В Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. Добровольные лесопожарные команды зареченских предприятий и организаций к борьбе с огнем готовы. Внушает определенное доверие, подготовка вот этих формирований. Явно видно, что люди заботились, готовились. Зареченским ликвидаторам посвящается. К 30-летию Чернобыльской катастрофы городской музейно-выставочный центр открыл в Зареченском технологическом институте передвижную выставку. Мы рассказываем об истории этой трагедии, об участии Зареченцев в ликвидации последствий. Победа в столице самбо. Зареченские спортсмены завоевали золото и бронзу всероссийского турнира на призы воинов-интернационалистов в Кстово. Была у меня последняя задача отключить левую руку. Я выполнил задачу и поединок пошел уже в мою сторону. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Зареченном прошел смотр лесопожарных формирований. Специалисты оценили готовность личного состава и оборудования штатных и внештатных служб и формирования городских предприятий и организаций в противодействии огню. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был рассмотрен еще ряд вопросов. С подробностями Ксения Тризна. Заречный готов встретить пожароопасный сезон во всеоружии. Такой вывод сделали участники городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители администрации Заречного, Федеральной противопожарной службы и Управления гражданской защиты провели смотр лесопожарных формирований. Ведущие городские предприятия продемонстрировали оборудование и экипировку для тушения пожаров. Когда не только штатные пожарные работают, но и поднимается весь народ, поднимается специалисты других предприятий. Практика показала в 2010 году, в 2015 году, что мы побеждаем огонь. И я думаю, что город сейчас в безопасности. Внушает определенное доверие, подготовка вот этих формирований. Явно видно, что люди заботились, готовились. И о безопасности города уже меньше все-таки у нас будет забот. Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 15 апреля по 15 октября. Основные мероприятия в его рамках обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также в повестку дня были включены и другие темы. Вопрос остался у нас о подтоплении проезжей части по проспекту строителей перед пересечением проспекта Мира. Ответственность у нас комбинат благоустройства опашка города в целях недопущения пожара. Обозначенные проблемы должны быть решены в ближайшее время. Прокладка минерализованных полос в пожароопасных зонах уже завершается. Кроме этого, участники заседания обсудили работу с автоматической системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и сроки проведения основных мероприятий по обеспечению безопасности жителей города от различных ЧАЭС. В Зареченском отделе полиции зарегистрированы очередные факты мошенничества. На удочку преступников попались сразу две жительницы города. Своих денег они лишились в социальной сети «Одноклассники». У одной из них злоумышленники смогли выманить 2000 рублей, другая потеряла около 8000. Всего же в 2016 году в Заречном возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с мошенничеством разного вида. Со взломанной странички их друзей поступили сообщения этим женщинам, которые содержали просьбы выслать код. На самом деле это были злоумышленники. Сообщив вот эти коды, которые пришли в смс-сообщение, они предоставили возможность злоумышленникам похитить с их банковских карт денежные средства. Как не попасться на уловки мошенников? Какие сведения ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним? Как разводят преступники пользователей соцсетей? Об этом расскажет начальник отдела дознания межмуниципального отдела МВД России Пазата Заречной Андрей Величко. Интервью студии сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Уникальная экспозиция открылась в Зареченском технологическом институте. В канун 30-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции сотрудники городского музейно-выставочного центра собрали передвижную выставку, посвященную ликвидаторам. Многие экспонаты, увиденные студентами, существуют в единственном экземпляре. Материалы для экспозиции предоставили зареченцы, участники ликвидации последствий техногенной катастрофы. С открытия выставки репортаж Натальи Елистратовой. 30 лет назад взбунтовавшийся мирный атом черным крылом радиации накрыл огромные территории, превращая в зону запустения благодатные земли. Принес боль и страдания многим людям, для которых жизнь разделилась на две части – до и после аварии. Эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать еще не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и борьбы с ее последствиями заслуживает того, чтобы они знали и помнили. Заречный не остался в стороне от Чернобыльской трагедии. Более 300 наших земляков участвовали в ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества. Музейно-выставочный центр Заречного подготовил передвижную выставку, в которой представлены материалы о Чернобыльской аварии. Все фото и видеосвидетельства собраны зареченцами. Мы рассказываем об истории этой трагедии, об участии зареченцев в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Мы показываем тот фильм, который подготовили сотрудники музейно-выставочного центра, приуроченный к этому событию. Эта тема, очень сложная и неоднозначная, она способствует вниманию высокому к ней. Потому что, в общем-то, что грехотарить оценить последствия этой аварии, до сих пор мы в должной мере не можем. И даже Пензенская область, которая расположена на значительном удалении, вместо трагедии, она, как мы знаем, подверглась довольно значительным испытаниям. Первыми с передвижной выставкой, которая подготовлена к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, познакомились студенты Зареченского технологического института. Многие из них были буквально ошеломлены рассказом о том, с каким трудом и героизмом устранялись последствия катастрофы. На меня презентация произвела очень колоссальное впечатление, то, что остатки этой чернобыльской аварии все у нас могут передаться, то есть все еще может случиться. Передвижная выставка с уникальными свидетельствами ликвидаторов последствий катастрофы на атомной станции в Чернобыле еще несколько недель будет находиться в Зареченском технологическом институте. За это время сотрудники музея планируют познакомить с ней всех студентов. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Россиянам предложили помочь пострадавшим от землетрясения в Эквадоре. Полученные пожертвования будут направляться на приобретение медикаментов, предметов первой необходимости и реконструкции районов, разрушенных в результате землетрясения. С просьбой оказать помощь в преодолении последствий мощного землетрясения к россиянам обратилось посольство Эквадора в Москве. После разрушительного землетрясения силой в 7,8 балла по шкале Рихтера Эквадор понес тяжелые людские материальные потери. В связи с этим в настоящее время различные эквадорские учреждения за рубежом находятся в поиске благотворителей, которые, проявляя международную солидарность, будут делать пожертвования для помощи пострадавшим от землетрясения на специально созданные для этого счета, говорится в сообщении посольства, поступившим в Интерфакс. Реквизиты счета для перевода пожертвований можно узнать на сайте агентства Интерфакса и посольства Эквадора. В результате землетрясения, произошедшего на побережье этой Южноамериканской республики в минувшую субботу, погибло не менее 570 человек. Еще около 1700 считаются пропавшими без вести. Работу муниципального общественного транспорта Заречного руководству предприятия предлагают взять под контроль пассажирам. На интернет-сайте «Автотранс» открыт новый раздел. На страничке «Общественный контроль» каждый пассажир может оставить свое обращение, подкрепленное фото или видеоматериалом, где будут зафиксированы факты нарушений со стороны работников «Автотранса». Информация будет использована руководством пассажироперевозчика для оперативного вмешательства в работу кондукторского и водительского составов и принятия всех мер к недопущению выявленных и зафиксированных пассажирами на видео и фотоаппаратуру нарушений. Такая форма гражданского контроля позволит, по мнению «Автотранса», повысить эффективность работы, предотвратить нарушения как со стороны работников предприятия, так и пассажиров, и повысить культуру и качество обслуживания. Общественный контроль позволит пассажирам нашего города использовать фото и видеоматериалы и высылать в наш адрес с комментариями, что, когда было снято, во сколько, на каком маршруте, какие были нарушения со стороны водителя, кондуктора или наоборот пассажира. Если там даже были какие-то пьяные пассажиры или дебоши устроены, все это будет зафиксировано пассажирами, выслан нам, а мы передадим соответствующий орган. Я надеюсь, это повысит безопасность перевозки пассажиров. Опубликованы результаты тотального диктанта в Заречном. По итогам проверки из 50 написавших диктант зареченцев, оценку «Отлично» получил только один человек, не допустив ни одной орфографической или пунктуационной ошибки. Редакция «Заречья сегодня» организатор диктанта в нашем городе сообщает, что этой отличницей стала Наталья Карманова, корректор еженедельника. Всего же из почти 150 тысяч участников образовательного проекта «Пятерки» за тотальный диктант получили около 1-2% писавших работу, сообщила в среду одна из организаторов акции Ольга Рябковиц на пресс-конференции, посвященной результатам диктанта. Несколько зареченцев, допустивших наименьшее количество ошибок, стали победителями в номинации «Один шаг до пятерки». Награждение победителей состоится 9 мая в Центральном парке культуры и отдыха «Заречья». Узнать свои оценки и количество ошибок зареченцы могут в личном кабинете на сайте образовательной акции «Тотальный диктант». Телерадиокомпания «Заречный» приглашает горожан принять участие в фотоконкурсе «Мой любимый уголок». С 20 апреля по 18 мая на конкурс принимаются фотографии горожан, сделанные в различных уголках «Заречного». На портале «Городзет» будет организовано народное голосование. Также своих фаворитов выберет жюри конкурса. Награждение победителей и призеров состоится 27 мая в программе «Доброе утро, Заречный». С подробностями о новом конкурсе Наталья Елистратова. Телерадиокомпания «Заречный» дарит горожанам новый конкурс. Все желающие принятия в нем участия могут поделиться своими фото, на которых запечатлен самый любимый уголок родного города. Мы подумали, что у каждого в городе есть свое любимое место, куда любят ходить с детьми, где любят проводить свободное время. И наверняка на этом месте фотографировались хотя бы раз в жизни. И поэтому мы решили предложить нашим зрителям, чтобы они прислали фотографии их любимых уголков «Заречного» в редакцию «Доброго утра». Все что угодно. Это могут быть и памятники, и любимый двор, и какой-то уголок живой природы. Все фотографии, присланные на конкурс, будут показаны в программе «Доброе утро, Заречный» и размещены на портале городзет.инфо. Подать заявку на участие можно до 18 мая. Первые участники уже есть. Мы их уже разместили на странице конкурса. Можно зайти посмотреть. Пока мы фотографии принимаем и размещаем, но в преддверии дня города, уже в мае, будем голосовать и выбирать самые интересные фотографии. Сразу скажу, что будет не как всегда три призовых места, будет больше призовых мест. Присылайте свои снимки на электронную почту утрособакатркз.ру или приносите в редакцию телевидения телерадиокомпании «Заречный» на Ленином 18-Б. Обязательно поясните, где конкретно сделано фото и чем этот уголок родного города вам нравится. И, конечно, не забудьте оставить свои контактные данные – имя, фамилию и телефон. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Стартовали игры финала плей-офф Кубка города Пензы по хоккею с шайбой. За победу борются пензенский айсберг и «Заречные бобры». В спортивно-культурном комплексе «Союз» прошел первый матч серии плей-офф. Игра была напряженной. По ходу матча инициатива постоянно переходила от команды к команде. Финальная сирена зафиксировала на табло равный счет 5-5. Победителя смогла выявить лишь серия булитов. В итоге «Заречные бобры» выиграли со счетом 6-5. Ответная игра состоится 29 апреля в «Дизель-арене». В серии плей-офф команды играют до двух побед. Если абсолютного победителя определить не удастся, «Заречным бобрам» и «Айсбергу» придется встретиться в третий раз. Зареченские спортсмены завоевали награды всероссийского турнира по самбо на призы воинов-интернационалистов, проходившим в столице этого вида спорта в городе Кстово Нижегородской области. 140 спортсменов из Чебоксар, Кирова, Пензы, Заречного, Нижнего Новгорода, Держинска, Павлова, Кстово, Арзамаса и Варнавина боролись за медали турнира в Международной академии самбо. Наши единоборцы привезли в Заречные золото и бронзо всероссийские соревнования. С подробностями Ксения Тризна. Еще две медали в общую копилку наград школы «Самбо.Русь» принесли Александр Канадчиков и Илья Затылкин. Они выступили на всероссийском турнире по самбо на призы воинов-интернационалистов. Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области. Этот город считается столицей самбо России. Сюда приезжают лучшие спортсмены со всей страны. Зареченец Александр Канадчиков на всероссийском турнире провел четыре поединка. Три победы, одна из которых чистая, и за снятие соперника с соревнований, позволили выйти нашему спортсмену в полуфинал. В полуфинале ухожу на спортсмена из Павлова. Хороший спортсмен, мы смотрели его поединки. Была мне последняя задача отключить левую руку. Я выполнил задачу, и поединок пошел уже в мою сторону. Победой завершился и финальный поединок. Из Кстово Александр Канадчиков привез в Заречный золотую медаль. На пьедестал почета всероссийского турнира поднялся и еще один зареченец – Илья Затылкин. Из шести поединков он выиграл четыре и завоевал бронзу соревнований. В полуфинале Илья встретился с соперником из Кстово. Спортсменов из этого города отличает особый стиль борьбы. Стараются не ошибиться нигде, делать разные приемы, даже незнакомые попадаются такие. Делают необычные приемы, которые я не понимаю, не знаю. Но потом я начинаю следить за ними и выставлять против них какую-либо тактику. В этот раз победить противника не удалось, но Илья планирует взять реванш на следующем турнире. Золото и бронза соревнований в Кстово – не единственное из последних достижений воспитанников школы Русь. Трехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России Алексей Харитонов удостоился государственной награды. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени ему вручили на всероссийских соревнованиях под дзюдо в Екатеринбурге. Это награда, государственная награда, то есть она, конечно, очень значит что-то для людей. Я думаю, это высокая оценка нашего коллектива, нашего труда. На Алексея Харитонова равняются все воспитанники школы самбо Русь. И теперь у них появился дополнительный стимул для тренировок и работы над собой. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Как не попасться на уловки мошенников в интернете? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Где мы с ним только не побывали. Летом и зимой. В горах, лесу и городских джунглях. И он ни разу меня не подвел. Форвард. Движение вперед. Теперь и в Заречном. Магазин «Прайм». Торговый центр «Дубрава». Второй этаж. Телефон 655-222. Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери. Модные натяжные потолки. Высокотехнологичные кондиционеры. Вертикальные горизонтальные жалюзи. В компании «Ремстрой». Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского приборного завода «Алмак». Дарим скидку к дачному сезону. Только до 30 апреля купите «Алмак» со скидкой в аптеках «Фармтрейд», Центральной аптеке и аптеке на Ленина 58А. Дела строительные «Белорусская АЭС». Женский день «Госкорпорация». Весна у атомщиков. Смотрите в среду в 20.00. Субтитры подогнал «Симон» Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Андрей Величко, начальник отдела дознания межмуниципального отдела МВД России Пазата Заречный. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Итак, Андрей Владимирович, наши новоявленные Остапы Бендеры, они придумывают все новое и новое. Уже гораздо больше 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения придумали. Вот сейчас появился новый вид мошенничества. Это с использованием соцсетей и различных программ. Таких, как Skype даже. Вот скажите, пожалуйста, а как это происходит, чтобы люди понимали, чего им не стоит делать? Ну, начинается с того, что взламывается страница в соцсетях, либо в скайпе одного из пользователей. Соответственно, получается доступ к друзьям, переписке, и начинает злоумышленник писать различным друзьям, которые в списке находятся, пытаться их ввести, затянуть свою переписку, убедить в том, что ему необходимо совершить какие-то операции, но у него нет совершенно возможности лично это сделать, и просит ему помочь. А помочь каким образом? Вам, говорит, должно прийти смс-сообщение на телефон. И вы, говорит, мне скажите, пожалуйста, там вот код должен быть, мне он очень важен, там нужен для активации, там. И, соответственно, человек доверяется, думает, что действительно разговаривает по скайпу или в соцсетях со своим другом. Там видеозвонок не осуществляется, а ведется конкретно переписка. И поэтому вот поддается человек и называет ему пришедший код в смс-сообщении. А посредством этого кода уже злоумышленник получает доступ к банковской карте, к счету, и может распоряжаться денежными средствами, которые там находятся. Андрей Владимирович, вот у нас такие случаи есть, и насколько они действительно чисты и актуальны? Люди сколько денег-то отдают мошенникам? Вот последние два случая у нас были в апреле месяце, недалеко, прям вот второй квартал. В первом случае, значит, были только 2000 сняты, во втором вот 8000 сняли с банковской карты. Андрей Владимирович, а вот каким образом и можно ли вообще вычислить, что вас пытаются развести на деньги? Что не делать и что делать? Я бы даже сказал, что не столько важно узнать, как тебя обманывают, не обманывают, а важно просто не сообщать свои персональные данные и, соответственно, коды, которые приходят лично на ваш телефон в смс-сообщениях. Поскольку как раз этот телефон ваш личный, только он привязан к счету банковской карты, и только именно на него могут прийти коды, которые позволяют произвести доступ к вашим счетам и деньгам соответственно. Поэтому не столь даже важно, узнаете вы мошенничество, нет. Главное, вы просто не сообщаете об этом, и все. А что люди говорят, которые попались на это, получается, что чистый развод, они как поясняют свои действия? Люди перечисляют там неоднократно даже бывает. Вот они что говорят? Ну вот, как правило, если старый такой вид, забытый мошенничество, хотя он напоминает периодически это, алло, мама, звонит по телефону, там, как правило, это врасплох застается потерпевший. Ночные звонки там, и несчастье обрисовывают с его близкими, и он теряется в этой ситуации. Здесь наоборот, в принципе, потерпевший находится в спокойном состоянии. Ну да, это грамотные люди, интернет пользуются. Никаких проблем-то вот нету, ни с родственниками, ни что. А вот именно, ну, видимо, доверие русского человека, может быть, это наше национальное такое достояние. Но ведь деньги у них просят у потерпевших, которые потом уже переходят в разряд потерпевших, у них же просят под что-то. То есть им что? Что-то обещают? Что-то обещают купить, или обещают какие-то золотые горы а-ля МММ? Ну, есть и такие варианты. Это, значит, были у нас возбуждены уголовные дела, когда посредством скайпа начинали, значит, производить мошеннические действия с потерпевшими. Тоже так же, с аккаунтов знакомых вели переписку и начинали рекомендовать якобы знакомые, говорят, я уже вступил в клуб, какой-то интернет виртуальный фактически, вложил туда деньги, получаю большие проценты с вложенных денег. Дает ссылку, присылает. По этой ссылке потерпевший самолично переходит, попадает на мошеннический сайт, там с ним также ведется переписка, видео звонков не осуществляется, только аудио, ой, аудио, это путем переписки. И также ему начинают обещать, вот ты должен сейчас вступить в наш клуб, для этого, для создания личного кабинета необходим капитал, ну, допустим, в размере 100 долларов. И с этих 100 долларов ты будешь ежедневно получать около 10-15%, в общем, очень большую сумму рисуют. Но выплата будет в конце месяца. И вот, значит, раз человек 100 долларов заплатил, перевел на указанный счет злоумышленникам, ему начинают выдвигать там новые, а вот вы будете VIP-клиентом нашим, то есть будете еще больше получать прибыль, для этого вам необходимо еще 100 долларов перечислить, и вот так далее, и тому подобное. Давайте еще раз напомним, чего нельзя, ни под каким предлогом, ни в ответ ни на какие смс-ки, ни в ответ ни на какие запросы, скажем, даже в личном кабинете или в соцсетях на своих страничках, нельзя ни в коем случае выдавать какую информацию. Вот ранее вы говорили уже, когда мы встречались в предыдущий раз, тоже по теме мошенничества, вы говорили, что достаточно злоумышленникам цифр, которые написаны даже не пин-кода, а цифр, которые написаны на обратной стороне банковской карты. Были такие случаи, когда мошенники пользовались, зная номер банковской карты, и обратные, там, четыре цифры такие вот есть. Вот говорили уже, что их ни под каким предлогом нельзя никому сообщать. Что еще нельзя делать? Ну, значит, нельзя, вот как уже сказано, вот цифры, все атрибуты банковской карты ни в коем случае не надо никому сообщать, давать. Пин-код, соответственно, нельзя давать. Свои, значит, персональные данные нельзя передавать. И ни в коем случае не поддаваться вот на какие-то легкие деньги, которые вам сулят вознаграждение за маленькую толику перечисленных, различные там выплаты, якобы заранее приобретенные товары, там, лекарства, услуги. Это никто никакие, никогда такие компенсации не делал и не будет делать. И вот на это нельзя никак поддаваться, нельзя реагировать. И в случае таких вот звонков, конечно, сообщений, просьбы сообщать в органы внутренних дел. Да, еще вот об этом несколько слов. Ну, я понимаю, что русские люди, они падки на халяву, поэтому, наверное, этого не вытравить никогда. Уж извините за такое грубое слово, да? Насколько велик процент раскрываемости именно такого вида преступлений в целом по стране, ну и у нас? Он крайне низок, поскольку преступник действует на очень большой удаленности от места, где совершается мошенничество. У нас вот был несколько лет назад всего лишь один случай, когда получилось установить лицо, находящийся на Дальнем Востоке, который обманул наших, в том числе наших, граждан города Заречного. То есть, практически, шанс того, что вы найдете преступника, полицейский, всей страны уже в таком случае, да, обнаружит вот этого преступника, мошенника, и тем более шанс вернуть деньги, его практически нет. Я бы сказал, шанс вернуть деньги и найти преступника крайне низок, но деньги все-таки вернуть шанс больше, чем найти преступника, поскольку даже вот сейчас у нас есть один материал, где в Башкирии, перечислили в Башкирию на счет деньги, преступник их снять не успел, и счет сейчас находится в замороженном состоянии, деньги потерпевшего лежат, ждут. то есть все-таки есть смысл в том, чтобы обращаться к вам по любому подозрительному праву. Конечно, в любом случае есть, потому что как раз вот тот шанс найти преступника может отнестись и к этому потерпевшему. Ну что ж, Андрей Владимирович, большое вам спасибо за участие в нашей программе, ну а нашим зареченцам хочется сказать только что бы, ну будьте внимательнее, ну уже не, ну хватит уже, ну столько уже разводили на деньги, и все равно мы продолжаем упорно переводить свои личные средства, заработанные честным трудом, переводить тем, кто пытается их заработать нечестно. Спасибо. Спасибо за внимание. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего доброго. До встречи на канале Заречный и берегите себя. Спонсор прогноза погоды общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация Freestyle. Быстрые займы. Нужны деньги? Скорая финансовая помощь. Сумма займа до 30 тысяч рублей. Льготы для пенсионеров и специальные предложения для заводчан. Скорая финансовая помощь. Звание 8 800 500. Наш адрес в Заречном, улице Строителей, 11А, бывший магазин «Рябинушка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова